Привет, друзья! С вами Самый Винтажный из всех музыкальных каналов, и я его ведущая Кристина Беленькая. И сегодня у меня в гостях Даня Малахов, диджей. И я очень хочу вам рассказать об этой профессии. Даня, здравствуйте! Здравствуйте! Самый традиционный вопрос, с чего всё началось, и как вы, собственно говоря, пришли к тому, чем вы занимаетесь сейчас? Мне было 18 лет, я только-только поступил в университет. И как-то хотелось пойти в творчество, потому что в детстве были такие задатки, танцевал, рисовал. Меня друзья стали направлять как-то на музыкальные какие-то движения. То есть у меня очень много было друзей-артистов, у меня были друзья, которые занимались ведением мероприятий. И получилось так, что когда как-то мы учились в университете вместе с одногруппниками, и пошли на пару по философии, мы приходим на философию, и там я знакомлюсь с другом, в частности, он был диджеем. И я смотрю, он на паре делает что-то в ноутбуке. Я ещё не понимал, что он там делает, как это всё происходит. И мне захотелось тоже попробовать. Я спросил, покажи, а как, а как, а что? Говорит, вот тебе надо нажать сюда, сюда, и у тебя появится музыка. Я нажимаю, я ничего не понимаю, что происходит, звук, ничего нет. Я говорю, что-то не получается. Я говорю, я хочу попробовать, хочу научиться. С тех пор я начал пробовать, скачав свою первую программу, стал пробовать. У меня ничего не получалось. Потом первое моё было впечатление, это то, что ну всё, это не моё. То, что у меня не получается, то, что мне нужно какое-то сменить направление. И познакомился я с ведущим, который был в поиске диджея. И во время знакомства просто он сказал мне, мы с тобой будем сидеть, пока у тебя не получится. И мы сидели в самый мой первый день, это было пару лет назад, сидели до 4 утра, пока я действительно не научился. То есть мне нужен был человек, который меня научит. Вот я как раз хотела спросить, где этому учат? Я так понимаю, что в ВУЗе, в который вы поступили, там совсем не этому. Совсем не этому. Не про это. То есть вы в ВУЗ пошли просто для образования, для диплома, а тянет вас на творчество. А где учат диджеингу? Это что, какие-то специальные школы должны быть? Диджеингу можно учиться и самому, но на это уйдёт очень много времени. Если обучаться уже в каких-то профессиональных школах, в частности, допустим, в Москве. Я сам обучался в академии, она называется «Аперкатс». Очень много людей, которые, во-первых, заряжают энергетику, во-вторых, это все ребята молодые. Без поддержки никуда. Любое творчество, оно может уйти в перегорание, если ты занимаешься этим полностью один. Если не будет поддержки, если не будет вот такой семейной атмосферы, а там именно была в этой академии семейная атмосфера, то там ты заряжался, тебе хотелось догнать ребят. Безусловно, школа – это круто, но можно и научиться самому. Любому делу вообще в целом можно учиться самому. Имеет ли смысл где-то в вузах, я так понимаю, что ни в каких, ни в средних специальных учебных заведениях, ни тем паче в высших не учат вот этой профессии. Но это полноценная профессия с психологией так или иначе своей, с философией. Может быть, как вам кажется, стоит ее добавить, обучение этой специальности современной молодежи, которые идут, например, учиться? Если молодежь идет учиться в вуз, то все равно диджей – она такая широкопрофильная профессия. Ну, это больше прикладная, конечно же, специальность. Я думаю, что вуз-то нет, но какое-то среднее специальное учебное заведение творческого направления, наверное, могло бы обучать этой профессии. Я так понимаю, вот сколько, кстати, времени нужно, чтобы обучиться полноценно? Вот так вот, чтобы человек, который вообще ничего не умеет, не понимает, не знает, и мог выйти и работать. Две недели. Две недели? А я тут всех в колледже отправляю этим учиться. Две недели достаточно? Абсолютно две недели. Что и я вот прям могу научиться за две недели диджеить? Абсолютно. Любой профессии можно научиться, если практиковаться. Абсолютно любой. А, ну то есть остальное все это в момент практики, Ирина. Да, абсолютно верно. Потому что там не обязательно прям углубляться в теории, как там построен трек, как его строить по звучанию. Не обязательно. Этому все можно действительно научиться за две недели, если ты прикладываешь в силе. А, слушайте, какая прелесть. Я тут была у звукорежиссера, брала интервью со звукорежиссером. Если, кстати, вы не видели до сих пор еще мое интервью с Ильей Денисенко, обязательно посмотрите. Ссылочку вам оставлю в описании. Так вот, там меня научили профессии, можно сказать, звукорежиссера. Все мне тоже объяснили, куда там что. И, Данил, может вы меня сегодня научите, собственно говоря, диджея? Да, конечно. Покажу. Круто, пошли, поехали. Ну что, Даня, я правильно понимаю, что это арсенал, минимальный арсенал любого диджея? Да, все верно. Расскажите, что это такое? Самое необходимое, что нужно диджею, это, во-первых, иметь с собой ноутбук, чтобы подключиться к вот такой коробочке, которая называется контроллер. Соединяется она буквально просто одним проводом, и подключаешь к программе, и все сразу работает. Это очень дорогая штука? Или они разные? Вообще, разные, существуют разные. Самые минимальные по бюджету стоят новые, в основном, 30 тысяч. А, ну, в общем, это можно отбить одним выступлением. Да, конечно, одним выступлением можно отбить. Легко. Но если ты начинающий, это где-то выступлений 5. Понятно. Давайте смотреть, что здесь. Зачем все эти кнопочки? Что они обозначают? Расскажите, пожалуйста. Давайте начнем здесь. Здесь вот эти три, как все любят называть, неопытные крутилки. Да, я так всегда называю. Крутилки. Вот. Они отвечают за частоты. Верхние отвечают за верхние, средние, за средние, ниже, за низкие. То есть можно добавить бум-бум-бум, либо наоборот их это все убавить. Главное, чтобы это было в гармонии. А говорить о музыкальном образовании не надо, очень даже надо. Я не имею музыкального образования, и просто уже как на слух. Наслушанность. Здесь отвечают за эффект. Эффект, он идет в фильтр, то есть там звук убавить в пустоту, или наоборот очень-очень высокий звук сделать. Ну, например, мы это покажем, как это звучит. А вот эти тарелочки, раньше сюда клались пластинки, я понимаю. Они сделаны наподобие пластинок. Так, эти тоже как крутилки, да, они называются джоги. Они отвечают за трек, который находится на левой стороне программы и на правой стороне программы. То есть мы можем спокойно крутить, и у нас передвигается трек. А, он имеется в виду, передвигается по длительности треков. Да, все верно. То есть он работает абсолютно отлично от виниловой пластинки. Тут можно просто спокойно... С любого места как бы спустить трек. С любого места себе поставить, да. Понятно. Ты это видишь. А зачем их два? Ну, вот, можно же один трек играть подряд. Или нужно... Вот зачем их вот так устроено, что их два? Устроено два, потому что, когда идет какое-либо мероприятие, задача диджея – это свести музыку. Он не будет трек, который играет 4 минуты, играть все 4 минуты. Обычные треки играются где-то секунд по 30 даже. Да? Да, я не безумеряю. То есть полностью песни не надо слушать? Вообще нет, абсолютно. Вы открыли для меня просто Америку. Я всегда считала, что вот тебе, пожалуйста, поставили песню, играет Стас Михайлов. И пока все не уплакались и не утанцевались, следующий не начинается. Нет? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Ах, вот в чем, собственно, все искусство. Свести – это значит встык поставить песню одну и следующую другую в нужный момент времени. Да. И сделать это так, чтобы люди не заметили. Чтобы не заметили. Что треки победили. Боже мой. Как интересно. Невероятно. Диджей – это чувак, который ставит музыку на мероприятиях. Да? Почему же тогда есть крутые диджеи и какие-то там другого уровня? Есть диджей, на выступления которых стоит баснословных денег не попасть, как на самостоятельного артиста какого-то. Вот в чем эта крутость? Ведь музыку, которую они ставят, она же одинаковая. Он же не сам ее исполняет. В чем вот эта вот разница? Объясните, пожалуйста. На самом деле тут все очень просто. Тут как человек проявляется и показывает себя. Если человек себя ведет вот как в обществе, допустим, как серая мышка, его никто не видит, то у него и там не будет гонорара, его никто не будет знать. Но если человек будет себя проявлять, показывать, общаться со всеми, ему не будет страшно. А если им будет страшно, он пойдет в этот страх и он начнет общаться с людьми, допустим. Вы имеете в виду, в момент работы между песнями диджей должен общаться с публикой или как это выглядит? Что имеется в виду? Когда диджей хочет куда-то устроиться, в основном он это делает сам. То есть тут если диджей работает в ивент-индустрии, ему может давать заказы сам непосредственно ведущий. Но если он работает в клубной индустрии или барной вот этой индустрии, то ему нужно делать это все самому. И так ты переходишь через свой страх. То есть самое главное это быть везде затычкой, везде со всеми общаться, знакомиться, чтобы тебя везде знали. Посещать все мероприятия, которые только ты сможешь. Ну а вот с точки зрения пользователя, вот если я хочу пойти на диджея очень крутого мирового уровня, он же мне поставит ровно ту музыку, какую вы можете поставить. В чем разница, почему его выступление дорогое, вы не можете позволить себе сейчас такие гонорары запрашивать, как этот крутой диджей? Потому что он себя прокачал медийно. То есть если у человека есть узнаваемость, у него и будут гонорары. Но ведь он работает точно так же. Он стоит так же за пультом, он не разговаривает с публикой, он просто ставит музыку. Вот я не понимаю, как это работает. В чем это разница? Человек поработал над собой в плане именно медийным. Он раскачивал свои социальные сети. Он просто шел везде, где мог, о себе говорил, повышал осознаваемость. И допустим, в социальной сети заметили, он там выложил трек. И вот неожиданно для него, у него трек там выстрелил, набрал несколько миллионов. Слушайте, трек, не он же его спел, не он его записал. Я, ну может быть, что-то не понимаю. Диджей пишет музыку? Диджей тоже могут писать музыку. Не все пишут. Да, то есть все-таки есть еще вопрос именно момент собственного какого-то творчества. То есть в основном крутые диджеи, они еще и музыканты. В основном, да. Ага, потому что, ну вот я говорю, в моем представлении было, что если ты заказываешь диджей на мероприятие, он, значит, соответственно, вот ставит ту музыку, которую мы все хотим слушать. Да. Вопрос. У вас есть любимая музыка, музыкальное направление, какой-то стиль, вот то, что вам импонирует? Да, есть. Я больше люблю хаус-музыку, зарубежную музыку. Сейчас у нас в нашей индустрии русская музыка, она больно уже навязчива, она просто везде. То есть в чем проблема есть у диджеев, это то, что они не могут договориться с заведением, сменить направление. Потому что сейчас вот именно наша страна, именно Россия, она направлена просто на поп-музыку, на русскую. И сложно как-то поменять направление по этому диджею, который играет в других направлениях, им тяжелее двигаться. Потому что те диджеи, которые играют свою музыку, любимую музыку, это счастливые диджеи. Но диджей, который играет не свою любимую музыку, он может впасть в выгорание, потому что это... Ну ведь это профессия, которая это подразумевает. И как раз вот мне интересно, если вы любите этот музыкальный стиль, а вас, например, приглашают на вечеринку, на корпоратив, не знаю, там, где тетеньки, просят Стаса Михайлова, и же с ними. Вы, получается, наступаете на горло своему творчеству, если вы будете работать в угоду этой публике. Все верно. Все верно. То есть тут есть две стороны. С одной стороны, тебе нравится твое дело, а с другой стороны, тебе хочется получить гонорар. Да. Вот. И при этом человек какие-то свои рамки переходит. Но опять же, тут может получиться так, что ты в моменте все равно чувствуешь себя счастливым. Вот у меня такая черта, что когда я включаю музыку, я вижу, что ко мне, допустим, люди подходят, благодарят. Я чувствую себя счастливым, даже несмотря на то, что мне эта музыка не нравится. Мне самое главное не то, что даже вот какую я музыку играю, мне главное, чтобы я энергию получил от ребят. Потому что если, допустим, ты выступаешь, и публике просто будет ноль внимания, то у тебя и никакой энергии нет, и ты будешь вялый там, допустим, под утро, если ты там выступаешь до утра. Вот, и никакой энергии не будет. Ну, а нужно, по идее, заранее договориться? То есть вот вас вызывают на мероприятия. Вы предпочитаете заранее выяснить, что это будет за мероприятие, что за публика, какую музыку они хотят? Или все-таки вы вот на свой вкус это делаете? Как это делается обычно? Вообще, я абсолютно ненавижу, когда мне заранее ничего не говорят. То есть когда по факту на мероприятии. Потому что, во-первых, мне нужно знать формат мероприятия, что это за мероприятие, какое там играет направление. Во-вторых, мне нужно максимально все подробно узнать. Вплоть место, что там будет, какой праздник. Нужно знать абсолютно все, потому что, когда ты приходишь, с тебя могут потребовать какой-то материал. Ты в моменте это делаешь, а потом на тебя ругают, что вот, а почему-то заранее ничего не подготовил, хотя вы и не просили. С этой стороны, я просто рекомендую всем тем ребятам, которые заказывают диджеев, чтобы они заранее прописывали, что им нужно. Очень удобно. Я всегда заказчиков прошу заранее составить плейлист в Яндексе. Просто взять, чтобы они мне составили плейлист. Я прослушал, посмотрел. Во время мероприятия включал их в плейлист. И параллельно что-то мешал свое. Подобное именно. У них там поп-музыка. Я не могу ее смешать, допустим, во время мероприятия с зарубежным хип-хопом. Просто потому, что я понимаю, что это не будет по формату. Не пойдет. А вот эти квадратики, вот эти вот кружочки, рассказывайте, пожалуйста. Кнопка Q. Это кнопка, которая отвечает за начало трека. То есть, допустим, если вот у нас есть на примере трек, мы захотели его начать, не знаю, ну где-то, допустим, в середине. И мы нажимаем на эту кнопку. И теперь, когда мы будем запускать трек, допустим, она начнется с середины, а не с начала. Вторая кнопка, естественно, за плей-паузу. Тут подписано. То есть, это... И трек останавливается. Даже эффект виниловой пластинке. Боже мой, боже мой, какая прелесть. А квадратики? Квадратики отвечают за точки. Либо эффекты, объясню. Трек разделяется на три этапа. Начало, середин, конец. Можно поставить какую-нибудь точку в месте, которая нас интересует. Мы ставим, она у нас загорается. Допустим, у нас трек в самом конце играет. Допустим. Но мы захотим вернуться туда. Вот где точку мы поставили. Мы нажимаем в нужный момент, и он вернулся на то место, где мы поставили точку. Ну, сейчас музыка продолжается. Да, при этом она продолжается. То есть, сейчас вы не заметили, но сейчас был конец трека. Я нажала кнопку, трек начался. А, он перескочил. Перескочил, да. А, как интересно. Боже мой, это так интересно. Супер. Так, а зачем диджею наушники? Бывает так, что когда ты скачиваешь трек, он может иметь, во-первых, плохое качество звука. Нужно заранее прослушать. Там, допустим, спешил на мероприятие, просто скачал плейлист, но не послушал. И для того, чтобы понять, что у тебя сейчас идет, какая часть твоего мероприятия. То есть, например, разогрев, уже какая-то припатины, тусовка и уже сама тусовка, чтобы понимать, какой лучший трек зайдет. И нужно послушать и понять, ага, зайдет этот трек сейчас народу или нет. А, то есть играет какая-то музыка, а диджей в наушнике слушает другую музыку. Да, все верно. Ту, которую он хочет что-то с ней сделать. Все время мероприятий очень много, около 300-400 треков играет. Ничего себе. Я думаю, зачем они все время в наушниках, оказывается? Они там слушают не то, что для вас играет, а то, что он собирается поставить. Все верно. Как интересно. Все верно. Все верно. Отлично. Ну, давайте расскажите, как устроено в компьютере, где все эти папки. Где вся эта музыка у вас? Покажите, пожалуйста, как это устроено здесь, в программе. Здесь все очень просто. Вот это, я так понимаю, ваши папки. Мы просто заранее готовим какую-то папку, допустим. Дискотека 80-х, там, не знаю, свадьба, что-то. Называете, скидываете туда все, что планируется звучать в той последовательности или не важно? Последовательность не важна абсолютно. Не важна, просто скидываете подряд. Скидываю подряд именно треки определенного жанра и уже по народу смотрю, что включить, потому что нужно чувствовать. Ну, давайте попробуем. Расскажите мне, как вот это все, куда нажимать, что нужно делать, чтобы запустить музыку для вечеринки? Мы подбираем, допустим, два трека. Выбрали какой-то трек. Вот этот, например, у вас синенький выбран. Мы его должны перекинуть на одну часть, то есть вот на вот эту. Нажимаю кнопочку Load, и у нас появился трек на другую сторону. На одной стороне. А скажите, эта программа, это вот она только такая или их много разных? Их около пяти. А, пять разных. Есть такая программа, название сейчас не вспомню, которая работает через телефон, даже может диджейт на телефоне. Вы их все попробовали, выбрали для себя подходящую? Да, просто вот конкретно вам она удобна. Именно эту программу я выбрал уже, когда учился в академии. До этого я работал на другой. Подобрал, потому что она нам больше нравится по цветовой гамме. Она красивая, в общем, очень. И основеется на ней и функционал, и все. И она очень мало ресурсов требует у компьютера. Так, значит, соответственно, скачиваем эту программу, закидываем сюда... Просто папку с музыкой. Папку с музыкой. И ок, дальше что? Выбрали песню. Выбрали песню, теперь подбираем, то есть на вторую сторону. Давайте ее сначала запустим и покажем те эффекты, которые можно с ней сделать. Да, абсолютно верно. Давайте. Мы выбрали формат, жанр диска. Вот с этими как раз тональностями, как мы можем поработать. Если мы убираем бас, он пропадет. У нас остается верхняя и средняя частота. Если убираем среднюю, у нас пропадет голос практически. Да. У нас очень глухой голос. Интересно. И так же, если верхняя. Очень глухой голос. Да. Так. Вот этот фильтр, он может заглушить музыку. Да, вот такой вот эффект модный. Или наоборот осилий. Ой, как красиво. Можно я попробую? Конечно. Прикольно. Здорово. Так. Что еще мы можем сделать здесь? Вот это что? Это просто громкость, да? Это отвечает за громкость. А, так. А вот знаете такой эффект пластинки назад, когда ее так у-у-у вот делают? Возьмите, крутаните влево. Вы его не задержите, просто легко. Вот так? Класс. Здорово. Необычайно. Слушайте, мне очень захотелось научиться. Необыкновенно интересно. Так. Если я хочу, как вы говорите, встык, незаметно для публики другой трек поставить. Я должна выделить здесь как-то следующую песенку, да? Нет, вы сейчас выключили. А вот как это делается в движении? Давайте, хорошо. Да. У нас трек разделен по квадратам. Самое главное это свести в квадрат, то есть попасть. Мы не можем, допустим, вот сейчас у меня играет трек, да? Во-первых, нужно второй трек подготовить. Да. Вы выбрали трек. Да, давайте выберем. Вот. А, вот этот. Да. Он уже выделен. А он выделен где-то здесь? Нет, просто мы сами для себя выбираем трек, который хотим свести. Да, вот хочу вот этот, да. И вы его должны положить вот на эту дорожку, да? Он у меня, да, все, он у меня на этой дорожке, но он у меня не запущен. Что мы делаем дальше? Мы готовим этот трек. Мы убираем на нем бас, полностью убираем. Сначала обязательно, да? Да, прибираем чуть-чуть средний и прибираем высокий частот. Ждем определенного момента в музыке, определенного момента и запускаем второй трек. Вы этого не слышите, но играет уже второй трек. А, да. Да? Как второй? Второй уже играет. Ну, это просто музыка одинаковая. А если между желтые тюльпаны и белые розы? Можно даже это сделать. Да? Да. А давайте покажем, как это можно сделать. Давайте. Давайте. Ищем желтые тюльпаны. Допустим, трек у нас играет в формате диско, а мы сведем сейчас на Лолиту на Титаники. Так, а что играет? Вот эта музыка? Пока что сейчас у нас играет диско. Хорошо, давайте. Да. Во-первых, нам нужно, чтобы треки были по одинаковой скорости. То есть у нас у этого трека, который сейчас играет... Вы имеете в виду бит вот этот одинаковый? Да, BPM. То есть, коротко говоря, BPM. Трек, который у нас сейчас играет, он 100 BPM. Трек, который мы выбрали, у нас 105. А, это вот здесь написано, да? Да. То есть 100 и 105. Так. Мы не можем их играть одновременно. Они разные. Не настроек. Да, да, да. Потому что просто бит не будет слышен. Так. Что мы делаем? Есть два варианта. Самый простой, который использует диджей, но профессионалы его вообще не любят. Но я сам его использую. Мне все равно на чужое мнение. Нажимаешь на кнопку Sync, она синхронизирует с другим треком, и у него автоматически BPM становится тоже 100. Вот у этой текущей песни. У текущей песни он уже 100. А, у новой. А другой он меняет, а у новой он тоже 100. Да, 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 да. Либо второй вариант, это когда у нас трек 105, есть такой темп фейдер, который отвечает за скорость. И мы просто ручками регулируем, да, и доводим до 100. Но это очень длительный процесс. Хорошо. Вашим любимым способом давайте. Используем самым простым. Допустим, у нас есть изготовленная точка, на которой мы хотим свести. Жду момента, как красиво свести. А как вы поймете, что эта пара делась? Есть структура трека. Так. И если обратите внимание, есть разный цвет. Да. Когда цвет перейдет в красный. Вот этот, вот этот едущий трек перейдет в красный. Вот сейчас приближается красный. А если вот видите, момент, где он прям сильно красный. Просто красный, а тут зеленый цвет. Это что значит? Значит, там просто будет бит. Там не будет слов. Нельзя сводить на слова. То есть слова на слова нельзя сводить. Как интересно. Какая умная программа, она все знает, где там что. Теперь, допустим, мы ждем этого красного момента. Вот он начинается. Значит, мы будем готовить второй трек. И будем его запускать. Все, запустили. Повышаем его. Это другой трек? Еще нет. О, слышите? Добавляется. Нет. А теперь мы меняем верхние частоты. Меняем средние частоты. И в последний момент полностью меняем бас. Даня. Все. Это так классно. Это так круто. Ребята. Да. Это очень просто на самом деле. Ну, это магия. Это волшебство. Это такая классная штука. Я не знала даже, что это так интересно. И так это круто. Боже. Учитесь все диджейнгу. Это очень клево. Это повышает настроение. Это дает заряд эмоциям. Правда же? Да. Здорово. Абсолютно верно. Я согласен. Важно ли иметь в этом случае музыкальное образование? Нет. Как вам кажется? Совсем не важно. У меня нет музыкального образования. Да? То есть нужно именно... Вы, кстати, вуз-то закончили? Закончил. Вы учились. А если не секрет, что за специальность у вас? Я инженер теплоэнергетик. Боже, как это скучно по сравнению с диджейнг. Абсолютно. Я думаю, что вы не планируете в инженерах. На самом деле, окончание вуза сейчас, вот для меня именно, да, на 23-й год, это все больше было для родителей. Показать родителям, что можешь. Когда родители воспитаны больше по советскими реалиями, и им важно было, чтобы ты закончил. Ты не можешь их перестроить, но ты обязан иметь свое мнение. Давайте попробуйте? Давайте. Давайте. Значит, для того, чтобы запустить вот эту Чиваву, это что надо сделать? Так, для начала, так как мы уже знаем второй трек заранее, вам нужно второй трек уже подготовить. Это то есть вам надо синхронизировать треки, то что это 95 BPM, это 90. Нажимаете на кнопочку. Нажимаю. О, все, все это стало 90 теперь. Вы готовите второй трек. Вот этими ручечками, да? Да, последнюю вы не трогаете вообще, это же фильтр. Здесь выбираете бас полностью. Вот так. Просто, да. А я вижу здесь, что меняется? Здесь вы не видите. Не вижу. Убираю бас. Да. Среднюю. Чуть-чуть прибираете влево. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И это, да. И это чуть-чуть. Да. Так. То есть это я просто помнить должна, эту последовательность действий. Да, да, все видно. Так. Я заранее объясню, как треки сводятся. Когда вы будете сводить, в первую очередь, вы просто меняете местами. Вы меняете так. То есть у вас просто поменялось, да, понимаете? А, да. Да. Поменялось просто. Здесь тоже так же. Угу. И в самый последний момент просто... До конца. Да. Да. Этот я должна совсем прибрать. Да. Этот чуть-чуть. Да. Этот чуть-чуть. Да. И когда я буду это менять... Просто менять местами. Нет, не надо слов. Не надо паники. Это мой последний день. Готовьтесь. Можете ориентироваться даже здесь. И когда вот начнется красненькое, вы нажимаете play сразу. Хорошо. И оп. Молодцы. Так, что вы? Мы подкручиваем. Подкручиваем. Так. Играет, играет, играет. Сверху начинаем. Сверху. Теперь в центре. И не торопитесь, бас. А, ну да. И меняйте. И убирайте этот трек. Вау. Получилось. Боже, ну все. Ребята, мы будем здесь запускать, во-первых, школу диджейнга. Придете к нам учить? Да, приду. Отлично, супер. Приходите все в гости к нам. Во-вторых, научусь и буду здесь гонять супер вечеринки. Вообще, под вашим чутким руководством. Спасибо большое, Даня. Это было супер. Ребята, не забываем подписываться. Ставьте лайки мне и Дане. Спасибо. Подписывайтесь на Дане на соцсети, я вам оставлю все ссылочки в комментариях в описании к этому видео. И до новых встреч. А с вами была Кристина Беленькая. И Даня Малахов. Пока. Пока-пока.